Всем доброе время сутки, с у нас 12 сентября, канал AdiMoney. Хочу рассказать, так скажем, объединить все мои три видео по поводу поиска товара, по поводу доставки товара и по поводу продвижения товара уже конечной продажи. Для чего это дело? Потому что возникло много всяких там вопросов. Естественно, по видео на YouTube обращаются в основном новички, 99%, которые, ну, основная проблема у всех, естественно, выбор товара. По выбору товара можно, конечно, бесконечно об этом рассказывать, потому что действительно это процесс одновременно и творческий, одновременно и надо обращать, ну, иметь большой опыт, чтобы обращать на много различных факторов, связанные с абсолютно любыми знаниями, например, там, сезонность, какие в будущем будут праздники, какой сам продукт, насколько он изменяем, улучшаем, ну, то есть огромное просто количество. И конкретно я не знаю такого человека, думаю, если бы такой человек был бы, если бы знал, они бы там, ну, бесконечно бы заводили бы товары, не было вообще конкуренции, у нас бы вообще никакого шанса не было туда пробиться. Соответственно, я в этом отношении могу посоветовать только одно, по крайней мере, по себе, по своему опыту и по опыту тех людей, которых я знаю и вижу вообще, как у кого что получается. На самом деле я знаю несколько только, ну, достаточно ограниченное количество способов продвижения, слышал о каких-то фантастических случаях, но вот фактически-фактически работает, на самом деле, и то не в совокупности, а может быть в поддельности, и далеко не все сразу. Это у нас однозначно, это раздача товара. Раздача товара просто, раздача товара на отзывы не столь важна. То есть раздача товара Amazon фиксирует как фактическую продажу. Опять же, есть умозаключение разных людей, что органические продажи больше ценятся, неорганические меньше ценятся, то есть вот эти вот раздачи, то есть по купонам. Но я не хочу по этому поводу спорить, смысла не вижу. Второй момент это у нас пей-пер-клик и третий внешний трафик. Внешний трафик, естественно, через лендинг, потому что если мы будем загонять его напрямую, то весь смысл абсолютно пропадет, потому что огромное количество будет заходов, и, соответственно, сколько бы ни было продаж, все равно конверсия очень сильно упадет. Проблема с лендингом? Да, проблема есть с лендингом, потому что его настроить сложно. Опять же, людей можно загонять на лендинг, а люди не поняли, почему они туда зашли, то есть написали в рекламный брошюр на Фейсбуке или на Гугле что-то несоответствующее, так как тот человек хотел, я не знаю, купить велосипед, а ему предлагают велосипедные колеса, например. То есть вроде все рядом, но как-то не так. То есть, ну, есть такой опыт, что у людей с лендинга люди не идут на Амазон. То есть, по идее, в теории оно все работает, но на практике не так все просто. Вот. Других способов, других способов я лично не знаю. Узнать бы, конечно, хотелось, кто знает, напишите, потому что меня SEOшники уже замучили на Фейсбуке по поводу того, чтобы продвигать свой товар без использования купонов, то есть без раздачи. Раздача, раздал, ты сразу поднялся. Раздал по супер-юрелу, поднялся, раздал без супер-юрела. Ну, поднятие такое происходит, бронуское движение. То есть, как бы движение какое-то есть, но непонятно где. Если по супер-юрелу, то это точно по определенным ключевым фразам, по которым вы считаете, что у вас будут основные продажи, или там, где вы хотите продвинуться, где у вас шансов больше. Вот. Ну, какая-то такая идет легенда. Не знаю, правда это или нет, кто об этом знает, слышал. Опять же, с удовольствием пообщался бы по этому поводу, что SEOшники каким-то образом могут без купона вывести на первую страницу. Мне предлагают от 300 до 600 долларов. Ну, вот. То есть, примерно в таком диапазоне по одному из... по одной из ключевых фраз можно вывести на первую страницу. К чему я это говорю? Потому что выбор товара именно будет зависеть от того, какой вы тактикой будете стартовать. Если вы рассчитываете просто на удачу, у вас там тысячи долларов, две тысячи долларов, то есть, вы рассчитываете просто на удачу, тогда, ну, тут, так скажем, без разницы, дорогой вы товар возьмете 100 штук, или дешевого 10 тысяч штук. То есть, вы просто приходите на Амазон, как нас в бесплатных курсах учат. В принципе, я вообще с ними не согласен уже, получается. По своему опыту людей я смотрю, смотря вот та система, как нам сказали, что раздать товар на отзывы, получить там 10-15 отзывов, запустить автомат, пейперклик, выбрать повторяемые продажи, выставить на мануэл, сначала на брод, то есть, широкий, потом на узкий диапазон, ну, может быть, там, как-то повераться с пейперкликом. Пейперклик, кто-то, есть два мнения абсолютно противоположных. С одной стороны, это суперпростая система, абсолютно не открытая, абсолютно закрытая. Вот. И есть второй момент, это те люди, которые в основном стараются продать услугу пейперклика, о том, что это там очень сложно, все можно там различными ухищрениями, что старые, старые эти, как они называются, ну, старые акции, будем называть их так, то есть, которые были до этого запущены, более активно работают, или пейперклик разгоняется быстрее, там, медленно, ну, то есть, много всяких моментов, и исходя из этого, из пальцев выссанные, сопли сопливые, что там миллион умозаключений, что вот так, вот этот, вот если запустить вот так, ну, может быть, может быть, не знаю. Вот. То есть, два совершенно разных мнения, то есть, кто-то говорит одно, кто-то говорит другое. Я с пейперкликом, у меня, честно могу сказать, не пошло. Причины я искал в своем товаре, фотографиях, листинге, потому что бы то кликов мало, то сначала показов мало. Вот. Слишком дорогой. Потому что можно понять, что КТР, да, КТР хорошо, но если показов нет. То есть, КТР, когда у тебя есть много показов, я понимаю, много показов, и мало кликов. Ну, когда нет показов. Почему я должен поднимать, поднимать, поднимать. Кто-то супер великий специалист рассказывает про два, там, максимум три доллара. Я пять долларов ставил, и показы только начинались. Сейчас, да, чем больше отзывов, чем более такой товар, даже, не знаю, какая-то непопулярная, просто более долгой, действительно, Амазоник, то есть, его показов там, с двух долларов стали показы. Раньше с двух долларов даже не показывали. То есть, моментов с пейперкликом много. А первый момент, и вот эти все домыслы, и все вот это вот, зависит именно от того, что закрытая система. В Яндексе, в Гугле все просто, все понятно, то в Амазоне, зачем они делают, непонятно. Может быть, ну, я говорю, два мнения. То ли они слишком умные, то ли слишком глупые. Вот, не будем об этом говорить, смысла нет. Из-за этого, если мы выбираем тактику тупо вот так вот, раздали, пейперклик запустили, и вперед, и сидим, ждем, то есть, вот раздали, там, я не знаю, нам, как говорили, 60-70%, ну, 30 товаров раздали, и ждем 15 отзывов. На 10 отзывах уже начинаем запускать пейперклик. Я это делал, многие это делали, вообще неоднозначно, мне вообще это не нравится. То есть, я лично вообще никому не посоветовал бы так делать, ну, будут вопросы, как тогда делать, но это уже отдельная история, там, звонить, общаться можно, но в любом случае, в любом случае, если вы идете таким путем, особенно те, кто идет, там, по бесплатным курсам, сам там рискует, имейте в виду, что это, так скажем, не панацея, и вообще не факт, что все сработает. У меня вообще не сработало. Вообще. Потому что получил я эти отзывы, получил, запустил, ждал долго этот пейперклик, пока я соберу статистику, менял ставки, менял стоимость, то есть, я потерял просто месяц, пока я морочил с этим пейперкликом. Вот. Из-за этого пейперклик вы не контролируете. Внешний трафик, тем более, не контролируете. И я также людей знаю, сейчас ждут других людей, которые это же все запускают по второму, третьему, ну, собственно, грубо говоря, новые запуски идут, товаров, они идут опять же, тем же путем. Наступят на эти грабли, или не наступят, или сделают действительно классно, время покажет. Сейчас сложно сказать, есть только отрицательный опыт, который я вижу с внешнего трафика. Вот. То есть, чего-то такого, чтобы заработать на пейперклике, чтобы заработать на внешнем трафике, достаточно, на начальном этапе, естественно, достаточно сложно. А у меня именно все знакомые, это те люди, которые несколько месяцев этим занимаются уже на Амазоне, или, соответственно, на старте продаж с различными товарными остатками. У кого-то несколько тысяч товаров они собираются запускать. Не искаю, искаю одно, а именно количество штук. У кого-то 500 штук. То есть, сейчас посмотрим, как это все будет выглядеть. Цены на данный момент у этих товаров не дешевые, то есть, это диапазон 20-30 долларов, даже, даже до 40 долларов, так что будет интересно посмотреть. Там геморрой, конечно, раздавать тяжело такие товары в большом количестве. Это не долларовый товар, но в любом случае. Вот. Если мы идем вторым путем, как раз вот, это не особо обращая внимание на внешний трафик и на пейпер клик, а именно стимуляция собственными продажами. Собственными продажами тупо раздача. То есть, ну, здесь, по крайней мере, мы контролируем. Это тоже непростой момент. Собственными раздачами можно заниматься по-разному. Можно, как некоторые люди, каким-то образом пытаются высчитать, сколько им надо будет раздать товар, чтобы появиться на первой странице, потому что мы уже смотрим не затраты, не доход, а смотрим задачи. Задача у нас одна, это выйти на первой странице. Практически по всем позициям. Ну, вот, первое исключение, например, там, рюкзаки. Покажу, почему исключение. Потому что, например, в рюкзаках это, я не знаю, круче товара. Честно могу сказать, сколько я анализом занимался, потому что я проанализировал, в принципе, все группы на Амазоне, которые гипотетически можно привести. Вот такой вот товар. Смотрим следующую страницу. Это я к чему клоню, что далеко не всегда, а бывает только первая страница. На второй странице все тоже совсем неплохо. Идем в следующую страницу. Ну, короче, смысла особо здесь рассказывать нет. Насколько я помню, страниц до 15-й я дошел, и везде стабильные, нормальные продажи. Перед первым сентябрем они были больше. Сейчас я смотрю, стали поменьше, но, опять же, кто-то новый выходит, зеленого тоже много, конкуренция великая. То есть, есть и такие товары. Специально я показал, такой товар, который продается на огромное количество страниц, но, как правило, как правило, какой бы вы товар ни взяли, продажи идут на первой странице. Максимум, там, 2-3 страницы, это вообще супер. Как правило, на одной, там, на первой странице нормальный продаж. По статистике, как, еще раз повторюсь, в основном продается там 80% продаж с первой страницы. Соответственно, вы уже смотрите, каким образом вы туда даете. Я знаю только один вариант, который зависит от нас, который мы можем каким-то образом контролировать, это конкретно раздачами. Конкретными раздачами, то есть, кто-то 10 раздач в день дает. Опять же, стоимость товара имеет значение, естественно. Потому что средний продаж тоже. То есть, вот мы посмотрим, например, здесь первая страница. Ну, это, конечно, не самый лучший пример. Ну, предположим, здесь только на первой странице будет продажа. Ну, естественно, чтобы нам сюда пробиться, нам какое-то время надо, я так думаю, ну, хотя бы по 50 продаж в день продавать. Это прям по-скромному. Чтобы вот этих вот, там, попытаться заменить. У них здесь есть 30 отзывов. Ну, в принципе, явный новичок. хотя он, тут разные ниши, у нас одежда, которая закрыта. Спорт Аутдорс открытая группа, а одежда закрытая. Ну, вот люди с средним 20 продажами, то есть, вполне возможно, что они сейчас тупо раздают 20 продаж, 20 товаров в день, может быть, больше. То есть, задача простая, максимально короткий период времени раздать максимальное количество. Ежедневно, без спадов, без каких-либо там, движников, так скажем, там, ждать чего-то. Ничего не надо. То есть, тупо идет раздача. Простая. Теперь по раздаче, можно серьезно сэкономить. То есть, есть, во-первых, сервисы по раздаче, которые тупо раздача делают, типа Zonblast, и есть сервисы, которые делают раздачи, но в гораздо меньшее количество с отзывами. То есть, там больше упор на отзывы тот же Thomas'on, и, там, я не знаю, там десятки, просто десятки перечисляют, смысл нет. Thomas'on, я думаю, все знают, ну и остальные там огромное количество. Это не проблема найти. Те же Facebook-группы, те же топ-ревьюеры и платные сайты. Платные сайты, сами понимаете, то есть, там вероятность, даже Facebook-группы платные есть, где надо раздать, например, товар, отдать сначала ревьюерам, то есть, не ревьюерам, а этим хозяевам группы, потом надо уже продавать, но, как правило, как правило, сэкономить на раздаче можно, но надо знать как. То есть, какими сервисами пользоваться, от которых больше толка, которые, ну, опять же, продажи, например, если вы будете бесплатно раздавать, у вас будет желание народу гораздо больше взять, чем вы будете продавать, например, со скидкой, там, 70-80% собственно товара, то есть, это огромная разница, вот, и желающих будет гораздо меньше. Плюс, естественно, если вы человеку предложите, например, то при ревьюера, там, со скидкой 80%, там, 70%, он откажется, мало вероятности, что в втором кругу упадет сам. Ну, возьмите, у меня есть 10% скидка, ой, с 90% скидка, то есть, естественно, там, как-то, ну, это не особо удобно. И, когда выбирает эту тактику, постепенно, постепенно, чем больше вашего товара, тем, соответственно, вы постепенно можете поднимать цену на раздачу. То есть, там, сначала за цент, потом за, там, за два, за три, там, ну, и так далее. Смысл именно такой. Вот. Так что, при такой тактике наша задача достаточно простая. В торговле, в торговле, в обычной, лучше взять 5 позиций, по 200 штук, и расставить на полке, занять максимальное количество полочного пространства и оттуда продавать. А еще желательно, чтобы это было в предкассовой зоне, там, и так далее. Но здесь чуть-чуть все по-другому. Здесь именно вот эти вот страницы, страницы, там, если вы будете, там, пятью-десятью товарами стартовать, просто у вас не будет такой возможности раздавать в большом количестве. Один, номер один, проблема. И вторая проблема, вам от разницы, что у вас пять будете, скажем, пятьдесят пять, на там, даже десятой странице, толку никакого нет. И за это все и советуют, есть в этом смысл, чтобы начинать с одной позиции. Лучше привезти тысячу. Одной позиции, вот сейчас я привез комплекты звук частей, тысяча, пятьсот комплектов, то есть всего я тысячу штук заказывал. То есть сейчас мне этот товар не пошел, меня его продажи не устраивают. Вот, по опыту я вот видео снимал, сорок дней опыта. Пока даже сказать нечем. То есть в принципе все, что было на сороковой день, сейчас у меня там, я не знаю, когда я видео сниму, когда уже конкретно, то есть запродам уже товар, уже будет понимание, что там, что получится, грубо говоря, в конечном итоге, но в любом случае ничего не изменилось. То есть я за это время просто тренировался, рассматривал различные стратегии, как вообще можно продвигать товар, потому что никаких нормальных пособий, даже те же курсы, которые у меня есть платные, они в принципе не помогают, они дают просто общее знание, не более того, более глубокие общее знание, чем бесплатный курс. Вот, все остальное это идет именно общение между людьми, которые уже набили шишки и могут поделиться своим опытом, если захотят. Вот, достаточно таких людей мало, достаточно таких людей мало, которые это делают, так что все не очень просто. Я не хочу никого отпугивать, но реально это так. Соответственно, советую брать товары, если вы хотите активно, агрессивно продвигать, не рассчитывать, то есть два варианта, рассчитывать на удачу и рассчитывать на все-таки как зацепиться за первую страницу. Если вы это делаете, вам надо большое количество, ну, минимальное, минимальное в этом отношении, ну, наверное, штук 500. 500, 1000, то есть вот сейчас мы планируем следующий товар уже вести недорогой, опять же, именно протестить эту тактику, хотя мы ее сейчас будем тестить на вот тех людей, которые идут сейчас на, выходят на рынок, на Amazon, грубо говоря, товар доставляют уже до конца, а вот на этой неделе на следующей будем несколько человек таким образом двигаться. Пробовать, экспериментируй, смотреть, потому что на первой странице тоже вы дошли, это не значит, что сразу начнется продажа. Я дошел до первой страницы, у меня и там не было продаж. Просто если товар мертвый, видимо, или там совокупность, сезон, товар, что-то еще, там, набор неудачный, там, то есть может быть совокупность факторов дает какой-то результат, вполне возможно, но в любом случае, в любом случае мы пойдем, мы пойдем именно путем агрессивных раздач, чтобы выйти на первую страницу, потом на этой первой странице мы планируем зацепиться, закрепиться и раздавать плюс органика то количество товаров, которое нужно. И уже от этого отталкиваться будем дальше. Вот какое количество отзывов будет. Естественно, надо будет обязательно проверять пейперклик на автомате, но просто еще раз говорю, в огромном количестве пейперклик не работает. То есть жрет много денег, вот я на пейперклик около 300 долларов выкинул, продаж я не знаю, на 150 долларов сделал, дай бог. То есть не то, что там какие-то там 100 процентов или еще что-то. То есть меня реально не знаю там, при условии, что я пробовал его делать с 5 отзывами, с 30, с 50, у меня сейчас 100 там с лишним отзывов, разницы никакой. Единственное, единственное, показов больше, показов больше, но это опять, может, конкуренты просто меньше стали, ставки ставят тоже, все пробежались, все туда денег влилили в этот пейперклик, и результата нет, и просто отказали. То есть это непредсказуемая история, так как статистики нормально нет. Вот, в принципе, по этому вопросу я думаю понятно, выбираем товар, зависим, сколько у нас денег. Тактик, или зависимся от тактик. Если вы хотите все-таки, ну, потратить там, ну, тысячу долларов максимум, например, то тогда берите какой-нибудь такой специфический товар, в плане, например, сезонный, еще какой-то, где минимальная конкуренция, и берите максимальное количество, сколько вы можете взять за минимальные деньги, то есть берите какой-нибудь товар до доллара, желательно, максимально легкий и так далее. Вот, если вы идете на, ну, это если идете по тактике, то есть у вас какая-то, вот именно, по крайней мере, по этой стратегии, если вы идете по стратегии, ну, вдруг повезет, мне вот этот товар нравится, ну, ну, значит, тут вообще вам ничем помочь нельзя, это уже дело личное каждого. Теперь мы идем, значит, по поводу Китая, вот эти вопросы, сталкивания и всего остального, на самом деле, реально, 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 надо просто, когда мы выбираем эти товары уже, несколько штук, и получили реальные закупочные цены, их получить, ну, я не знаю, ну, неделю максимум, просто этому не, этому, это надо уметь просто, тут научить этому невозможно, потому что письма стандартные, и потом вы просто общаетесь, не имеет значения, вы напишите, какая у вас компания, или еще что-то, да, не надо писать, что вы там сейчас на лицо, хотите один раз купить у них и так далее, то есть, ищите конкретного партнера на постоянную работу, все, больше ничего не надо, и потом уже общаетесь от своего лица, что у вас там, в крайнем случае, есть руководство, который может отказаться, и начинайте их, то есть, чем больше у вас будет база, база этих поставщиков, тем лучше, прогнали, цены получили, получите, обязательно, цены с доставкой, если надо, какие-то вопросы, там, кому обратиться, более дешево, и так далее, ну, это и в интернете огромное количество, ну, в принципе, у меня там какие-то есть, так как я, так скажем, не постоянно оттуда вожу, мне сильно, сильно вам подсказать, к сожалению, не смогу, по транспорту, но в любом случае, есть там расценки, можно обратиться в эти транспортные, или, в принципе, я могу там что-то подкинуть, так, отправили мы на Amazon, очень важно проверить количество, качество товара, после отправки на Amazon, с приват-лейблом, без приват-лейбла, в коробке, без коробки, это уже, есть как бы, подробное видео у других, там, на курсах, я рассказал по этому поводу, после того, как мы отправили, привезли товар, оприходовали его, и начинаем торговать, если мы будем придерживаться строго вот этой тактики, там, 10 раздали в день, то есть мы посмотрели, у нас там на первой странице люди продают там, по 10 штук, например, в среднем, по 20 штук в среднем, вы, соответственно, нижних смотрите, там, вот они по 10, ну, соответственно, вам где-то надо 20 продаж в день раздавать, вот и считайте, за какое король, какое время, сколько дней, сколько недель надо раздавать, я не знаю, из-за этого лучше не тратить на пейпер клик, лучше идти, это, конечно, сложный момент, насчет цены, то есть низкой ценой, с высокой ценой, все зависит, наверное, от товара, потому что есть товары, где люди будут скептически относиться к низким ценам, но однозначно, однозначно, о цене надо очень думать, то есть я вижу это, определились, как на первой странице попасть, главное, выберите правильно первую страницу, вот это очень важно, но это и с самого начала, когда вы покупаете уже товары, вы уже точно должны знать, каким ключевым фразам вы хотите ротироваться и подняться на первую страницу, если у вас несколько таких фраз, значит, считайте бюджет, выберите конкретно, если у вас есть деньги на обои, сначала выйдите на одну страницу, потом выходите на другую, не надо распыляться, потому что, ну все бывает, вдруг не дойдете, по двум ключевым фразам, будете на второй странице, но это очень будет плохо, ну вот, вышли на эту первую страницу, от первой страницы отталкивайтесь уже, смотрите, опять же, по вашему бюджету, потому что не у всех не ограниченный бюджет, кто-то может там и по 50 штук в день раздавать, 50 штук в день, чтобы раздавать, здесь опять же, вопрос где, если за деньги, зонбласт и так далее, где они там по почте будут рассылку делать своим клиентам, опять же, они с вас потребуют 95%, по-моему, процентов, 90-95% скидки, то есть за эти деньги можно 300 долларов сэкономить, в принципе, и в ручном режиме, через там, опять же, что я сказал, Facebook, то при ревьюере, то у нас там, ну опять же, бесплатный Томасон, там, 21 день, и другие ресурсы, постепенно их просто подключайте, когда они у вас умываться будут, и все, то есть неделю, 10 дней, за счет этого можно раздавать, если вы не дойдете, у вас товар еще много, есть запас, прочность, ну естественно, придется вам нанимать, уже платить деньги, и раздавать, по поводу отзывов, то есть при раздаче здесь этим людям, то есть много отзывов можно получить, больше 50% получить сложно, у меня до сих пор этот показатель я не достиг, есть люди, которых, мне говорят, чуть ли не под 100% они получают отзывы, ну как бы вот так, то есть у всех по-разному все-таки, все-таки по-разному, то есть есть люди, которые говорят, что вообще под 100% у них, через какие ресурсы, не скажу, в принципе, про ресурсы, 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 через Facebook группы в основном, то есть люди через Facebook группы, я так понимаю, раздавали и получили такой результат, то есть единственное, говорят, не 100%, потому что раздавали еще хозяевам группы, непонятно, почему они не могут отзыв написать, ну вот так вот, то есть через Facebook как бы повыше КПД, через топ-ревиеверов, например, топ-ревиеверы пишут хороший отзыв зато, и рейтинг их как бы, если показывается, он все-таки более, к нему более уважительно относится, вроде как бы, так что, в принципе, вот так вот, объединил я все в один день ролик, на все вопросы, думаю, рассказал, какие будут вопросы задавать, в принципе, буду просто на них отвечать, или звонить, или тоже какой-нибудь ролик запилю по конкретным вопросам, в принципе, все, всем удачи, всем пока, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, все как всегда, ставьте лайки, и ставьте лайки,